Продолжение следует... Они не учеными, а хотят быть менеджерами и олигархами. Благотворительный фонд помощи и взаимодействия Сергия Радонежского в 2009 году понял, что пора действовать. Несколько лет подбирался материал. И в 2012 году, когда градус накала против России стал максимальным, нашелся материал, который в полной мере отражал потребность и мог бы лечь в основу мультфильма. Это книга Никаса Зевроса «Дети против волшебников». Студия оперативно приступила к работе. Создание сценария, его адаптация, прорисовка персонажей, раскадровка, озвучка. У нас был большой объем работы за небольшое количество времени. Появился актуальный сценарий о мальчишках-суворовцах, выбравших святую профессию – защищать свое отечество. В основе сюжета лежат приключения двух кадетов Суворовского училища, отправившихся в Шотландию в замок Высшей Академии Окультных Наук, найти пропавших там российских сирот и вернуть их на родину. Война, которая сейчас идет, она совершается не на полях битвы, она совершается в душах человеческих. И главной задачей сегодняшнего дня является сохранение нравственности наших детей, нашего молодого поколения. По сюжету, в 2004 году, как и в 1941 году, над нашим государством вновь возникла угроза вторжения, только более изощренного врага. Враг захотел с нами реванша за проигрыш во Второй мировой войне. Но он выбрал дату начала захвата нашей Родины не 22 июня, а 1 сентября – день начала Второй мировой войны. Вот она – основа мультфильма. И работа закипела. За время создания мультфильма мир менялся, как в прямом, так и в переносном смысле. Изменилось и отношение к России. И словно дежавю сценарий повторяет нашу сегодняшнюю действительность. Производство мультфильма поддержали Русская Православная Церковь, Министерство культуры Российской Федерации, депутаты, представители Министерства обороны. В декабре 2014 года появляется новый партнер, полностью разделяющий идеи мультфильма. Это Международный фонд поддержки правовых инициатив. С каждой строчкой, с каждым днем работы участники проекта понимали, насколько важна их работа. То, что было написано в сценарии, сбывалось. Поэтому группа поставила себе очень высокую планку. Как можно быстрее донести мультфильм до зрителя? Объяснить детям значение веры, дружбы и любви к Родине в современном мире. Вера в Бога, надежда на своих друзей, любовь к этому миру, к человеку, к личности может помочь человеку справиться с любыми трудностями, которые встречаются на его жизненном пути. Тема, затронутая в мультфильме, очень объемная. Поэтому действие в мультфильме происходит в прошлом, настоящем и будущем. В прошлом – это тяжелые военные события в Косово в 1999 году. Настоящее – это 2004 год. Будущее – палаточный военный лагерь, откуда и ведется рассказ – это 2018 год. Герои повзрослели и учат молодое поколение курсантов. В пересечении времен мы видим, что тот, кто увидел зло без маски, больше никогда не будет служить ему. А жизнь посвятит служению добру. Агрессия со стороны главных противников по отношению к нашему государству, она направлена, прежде всего, на разобщение. На разобщение людей, на вытравление из людей духа патриотизма, любви к своей родине. Это основная их задача. Но многие забывают, что есть так называемый русский дух и русский характер. Это трудно объяснимое явление. Его невозможно ни изменить, ни стереть. Невозможно его, проще говоря, победить. Что, собственно, и позволяет героям нашего мультфильма вместе решать вопросы и задачи сложные. Дети против волшебников – не только захватывающая приключенческая история о победе добра над злом. Это правда, которая отражает нашу сегодняшнюю действительность. Ребята вместе преодолевают трудности как внешние, так и борются со своим внутренним врагом. А этот враг – совсем другой. Главный антагонист Леонард. Он занялся оккультизмом и поэтому предал родину. Но этого не видно. Он не стал открытым врагом во вражеской форме. Он внешне остался тем же. Поменялась его внутренняя суть. На первый взгляд он русский. Но он ненавидит Россию. Он не нарушает законы. Он не нарушает границ. Он даже очень законопослушный. Но он – враг. Пострашнее того, что был 75 лет назад. Внешне его не отличишь. Но он наполняет ненавистью к России подрастающее поколение. Они вырастают врагами нашего Отечества. Такие дети разговаривают по-русски. Даже живут здесь. Но душой они в других странах. Скрытый враг намного опаснее явного. В борьбе с этим скрытым врагом мальчишкам-суворовцам помогают старшие наставники и друзья. Опытный генерал разведки, десантник Телегин, испытавший на себе всю тяжесть войны. И близкие по духу люди-представители разных народов. Греки, сербы, объединенные единой верой и одними традициями. Они сближаются и поддерживают друг друга в сложной ситуации. Потеря веры разрушает души человека. И в дальнейшем не происходит воспитания, патриотического воспитания подрастающего поколения, что негативно может сказаться в существовании нашего государства. В конечном итоге из русского человека могут люди превратиться в русскоговорящих. По сюжету Академия магов и чародеев заманивает детей в замок обучаться волшебству. На самом же деле они преследуют всего одну очень коварную цель. Изнутри развалить страну, навязать свои ценности детям, этим неокрепшим душам. Внести смуту, пропагандируя безверие и порог. Тогда и воевать ни с кем не придется. Потому что наши люди будут любить ценности врага. Ведь так легко можно одурманить наивный детский мозг подарками и красивыми словами и магией, которая на самом деле создана демонами, невидимыми человеческому глазу, живущими во тьме. В древности люди радовались, когда они освобождались от плена, что они сами могут воспитывать своих детей. Поэтому и мы, дорогие, не должны отдавать своих детей на обучение кому-то. Мы сами должны их воспитывать. И своим личным примером в том числе. Захватывающие приключения, а порой даже страшные события, не оставят зрителей равнодушными. Это мультфильм о дружбе, вере и отваге. Пока в нас есть вера, пока мы вместе, мы непобедимы. Это мультфильм о правде, какая она есть на самом деле.